Я от всей души приветствую вас на нашем замечательном канале Строим дом своими руками И сегодня у меня появилось желание воплотить свою давнюю мечту в реальность Все что вы увидите в этом выпуске является ничем иным как плод моей фантазии Так сказать эксперименты Парящая кровать, зависшая в воздухе, подсвеченная эффектно-светодиодной подсветкой Визуально отличается от стандартных решений, к которым мы все привыкли В мебельных салонах подобные модели стоят очень дорого, считаются элитными Предлагаемый выбор не всегда соответствует пожеланиям покупателей Имеете навык работы с инструментом, свободное время, фантазию, готовые чертежи летящей кровати Тогда дешевле собрать кровать самому Этим мы и будем заниматься сегодня в нашем выпуске Я всегда руководствуюсь одним суждением Что если получилось это у кого-то, то 100% получится у меня Так же как и 100% это получится у вас Если вы захотите сделать это в таком же ключе Поэтому я решил, почему бы эту кровать не сделать своими руками Ведь в этом нет ничего сложного Я даже не стал чертить ее в программе Просто накидал на листочки, заказал необходимое количество металла И вот он у меня на объекте Сейчас из вот этого и еще плюс 4 других швеллера Мы создадим классную парящую кровать Первым делом я должен отметить сорока пятки Я думаю, чтобы работа шла правильно и хорошо Нужно подходить к ней с определенной системой И тогда работа будет проходить легко и комфортно Правильно будет напилить весь метраж на необходимые заготовки А уже потом заняться сварочными работами Длина ее будет 2,10, ширина 2 метра Напиливаю 4 заготовки по 2 метра И 4 по 2,10 с запилом 45 градусов Фишка этой кровати в том, что удерживающий каркас будет находиться под полом Сразу сделаю точнение Если в вашей комнате есть возможность переставлять кровать в другие места То такой вариант, скорее всего, не для вас Для сварки деталей я использовал третий электрод И сварочный аппарат выставлял на сотку Это самое лучшее соотношение для того, чтобы проваривать металл толщиной в 5 миллиметров Закон подлости в момент, когда нужно было начать варить Сдох мой Титан ВС-200 Выручил сосед своим аппаратом Ресанто-190 Свариваю прикроватные полочки Скоро начнем все собирать Перемножив метраж 10-го швеллера на килограммы Я определил, что кровать будет весить 260 килограммов И поднять ее в цельном виде я не смогу Поэтому было решено сваривать отдельные элементы уже в комнате Не очень хороший вариант, но по-другому никак Я обещал вам попутно рассказывать про стоимости Итак, швеллер вышел нам в 8 тысяч рублей Нижний каркас будет находиться под полом Над ним 12 миллиметров фанеры Плюс 8 миллиметров чистового пола Сделал длину ног кровати 34 сантиметра На эти три опоры будет приходить вся нагрузка Провариваю очень тщательно Хочу вам показать самое интересное Смотрите, до последнего момента не верил, что эта конструкция будет реально работать Когда я ее поднимал, она все время как-то хлипко себя вела То один бок поднимется, то второй А когда схватил на сварку, это все реально стало работать Осталось сделать перекрестие для того, чтобы держать фанеру И я не хочу делать это из швеллера Это очень тяжело Поэтому здесь будет либо уголок Либо это будет квадрат 4х4, например Ну, что-то легкое Смотрите ролик дальше И вы узнаете, что эта кровать еще и будет светиться Да А светиться она будет от датчика движения В момент, когда кто-то заходит или выходит из комнаты Такая приятная нежная подсветка Прикольно Кстати, как показала практика Моя реклама жарковского меда на канале Дает определенный процент счастливых людей в нашей стране Я обязательно вам покажу Сколько положительных отзывов приходит мне на телефон Кстати, вы также их видите в комментариях на канале И мне очень приятно делиться с вами нашим замечательным продуктом Передавая этим самым здоровье, уют и тепло нашего алтайского края На складе медок еще есть Вот здесь ссылочка на канал Переходите по ней И я каждому из вас готов отправить наше чудесное алтайское лакомство Но мы продолжаем Все-таки 10 лет работы на оборонном предприятии не прошли даром Когда закладывал цоколь дома Соседи ходили и спрашивали Может я что-то знаю о будущем страны Он же у тебя бомбежку выдержит А я просто привык делать на совесть На века Вот и все Сделал перекрестие кровати помимо удерживания матраса У него стратегическая задача Возможно, позже в его центр мы установим единственную скрытую опору Но это не точно Размечаю центры и провариваю профиль 30 на 60 А также зачищаю сварочные швы для эстетики Фанеру для основания я взял толщиной 9 мм В принципе нормально, но можно было и поплотнее Пришло время приобрести матрас Возможно, кто-нибудь из вас сейчас будет на меня ругаться Но, друзья, матрас я буду делать своими руками Много раз я лежал на дорогущих матрасах С пружинами и остальными там суперсистемами И они скрипели У меня же дома матрас из простого поролона 25 плотности Склеенный своими руками И мне очень он нравится по своим характеристикам Сейчас я очень коротенько покажу, как сделать матрас правильно Чтобы он прослужил долгие годы Итак, приобретаем в мебельном магазине поролон 25 плотности Я купил сразу на две кровати 3 штуки По 2 400 за 1 Размер 2 на 1,5 метра Чтобы из него получить 2 метровый квадрат Нужно один из них раскроить Отрезаю от донора 50 сантиметров Клей я также брал специальный в мебельном магазине Он продается на разлив Доношу на торец и склеиваю две стороны Это мой четвертый матрас жизни, сделанный своими руками Обожаю этот вариант и всем советую Сегодня его уже трогать нельзя Поэтому заодно решил наклеить ватин на одну из его сторон Кстати, опять о смете Ватин вышел в 700 рублей Работа не хитрая, но клей приставучий Лучше надеть перчатки Но если вы все же вляпались, спасает смывка для пены или ацетон Позже Женя подсказала, что можно было не резать ватин А просто обернуть им матрас Но что сделано, то сделано Матрас готов Сейчас Женя сошьет матрасовочку Мы ее оденем сверху И по сути все Кстати, после того, как я сварил эту систему самостоятельно Я принял решение, что скорее всего В каждой комнате у меня будет такая парящая кровать Это реально удобно, классно и недорого Всю смету вы сейчас видите по ходу фильма Прежде чем прикручивать кровать в полу Ее обязательно нужно покрасить Подготовить грунтовкой Может быть в таком цвете она и останется Потому что металл его в принципе потом будет не видно нигде Все закроется отделкой Поэтому я просто сейчас беру грунтовку и покрываю кровать ей Не знаю почему, но покраска это вообще не мое Не люблю красить кисточкой Думаю, сказывается 5 лет учебы на художественно-графическом факультете Которому, кстати, я очень благодарен за многие приобретенные умения и навыки Просто красить не люблю Думаю, даже не стоит говорить, что перед началом работ Обязательно нужно хорошо зачистить все навары и обезжирить металл По-другому есть риск непрокрасов и отслоений Долго не могли определиться, какой будет отделка бортов и спинки кровати Но решили, что этот вопрос мы отложим до дизайнерских работ Пока в голове лишь наброски Активно я начну синтезировать идеи Сразу после того, как в доме появится отопление За эти годы стройки в моде дизайнов интерьеров поменялось уже столько всего Что я принял решение подготовить стены всего дома под чистый лист И начать творческий процесс уже непосредственно перед въездом Пока у нас есть лишь четкое понимание цветовой палитры Всему свое время Друзья, на секундочку У меня небольшое к вам заявление YouTube снова обновил платформу Нейронная сеть опять как-то преобразовалась Пожалуйста, проверьте, подписаны ли вы на канал Просто YouTube иногда балуется тем, что отписывает неактивных пользователей А для меня дорог каждый зритель Потому что, как вы уже поняли, я на YouTube надолго И мне ни с кем из вас не хотелось бы терять наше общение Но я принял решение пока на борта прикрутить ДСП А позже его обшить тканью и поролоном Да, к слову, ДСП вышло в 950 рублей Обивка кровати 15 см Швеллер 10 Делаю припуск по низу 16 мм И оставшиеся 34 мм пойдут на ограничительные борты для матраса Работать с напарником очень удобно Обрадовал жену, что буду и зимой Брать ее с собой на стройку Видимо, скоро ждем серию про выбор зимней строительной одежды Для своей второй половинки Отмечаю и выпиливаю Основание для матраса Два листа размером метр на 2,10 Позже я также прикручу эти листы к кровати навсегда Но после укладки чистового пола Выдал Жене накидной ключ А она, в свою очередь, поблагодарила меня За установленные в углах болты Затягивать их одно удовольствие Помните, в самом начале фильма я говорил, что будет еще круче Показывал вам пульт Так вот, эта система сейчас будет установлена в нашу кровать И мы специально дождались вечера, чтобы снять Как это будет работать в дальнейшем Не хватает только полочек и матраса Он будет готов завтра Ребят, поставьте лайк, если вам тоже интересно, что у нас получится в конце Моделируем готовый интерьер для лучшего восприятия Пол у нас поднимется на 12 сантиметров Вот так будет Круто, да? Выключаешь свет и включается у нас датчик движения Вот сейчас темнота Не знаю, что вы видите И заходит человек в комнату Это вот так будет Круто вообще А, ну так незаметно особо, да? Цвета можно менять Можно делать их ярче Зеленый Голубой О, вот это мне нравится Такая подсветка вообще не напрягает ночью Как считаешь? Да, в принципе Сейчас у нас светодиодная подсветка светит снизу вверх Конечно, когда мы будем делать нормальную Я сделаю ее наоборот сверху вниз, чтобы было ярче А уже яркость мы настроим пультом Так, ну все, быстренько сделаем утро, чтобы было солнце И мы установим матрас И уже, наверное, покажем, как это будет в конечном варианте Я это делаю так обычно Так, и теперь наш матрас мы заправим вот в этот замечательный чехол Который попросту называется матрасовка Поправка в фильме, ее сшила моя мама Евгения не могла, не успела, не приехала Отказалась, слилась Ну все, давай Так, ты просто сгибаешь ее пополам? Нет, ты неправильно сгибаешь Потому что когда ты будешь ее управлять, у тебя вот это все выправится Надо сгибать ее вот наоборот Нет, ты опять не поняла Переворачиваем Переворачиваем Ну, возьми на другую сторону, ну ты че? И теперь можно сгибать пополам Поняла суть? О, вот с этой стороны уже все клево Угол пошел, так Опа! Тень и одеялка заправила А давай ее поставим вертикально Я имею в виду, если мы матрас поставим вертикально, вот так Смотри, я в него полезу Внутрь Все, тут вообще удобно Вот, тут хорошо, тут хорошо Все, зашивай Я держу Я потом не вылезу Рождение блогера Он на меня упал Теперь давай мы его положим А ты по нему полазишь И руками по шорудишь Что в нем нет нигде косячков Смотри, вот тут забуровилась Вот тут забуровилась, посмотри Это же размер четырехместной палатки Ура, мы на пути к успеху Матрас готов Не терпится уже увидеть конечный вид моей задумки Это не кровать Это аэродром Представляю, как же будет уютно зимним днем созерцать красоту леса через наши окна Находясь в теплой постели Так, ладно, по-американски не буду Буду по-русски Два, три, четыре Четыре с половиной тебя входит Грунтуем обшивку В таком виде кровать будет жить как минимум еще годик Воистину, говорят, мы сами кузнецы своего счастья Я вижу, как Жене это нравится и душа поет от радости Мы разделим этот видос на две серии В следующей серии я хочу увидеть от вас комментарии и ваши идеи по поводу обшивки этой кровати Но пожелания моей супруги такие Она хочет, чтобы кровать была мягкая по периметру Очень часто домашняя мебель против нее затевает какие-то заговоры Постоянно от этого болят пальцы на ногах То и дело, она обо что-то бьется Отчасти поэтому мы заморочились вот с такой системой парящей кровати Чтобы, ну, ни в коем случае нельзя было повредить конечность при подходе к ней, например, ночью А наличие светодиодной подсветки дополнительно нам будет помогать Ну и в благодарность зрителям, досмотревшим выпуск до конца Небольшой спойлер будущих фильмов Буду очень рад увидеть ваше предположение в комментариях Друзья, давайте вот на этой замечательной ноте мы с вами прям ненадолго прервемся В следующей серии я обещаю, хоть и не до конца Кровать уже приобретет какие-то определенные свои конечные формы Ну, а я был очень рад вас всех сегодня видеть Надеюсь, мы встретимся с вами на следующей неделе До скорых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok